Глава 8. Правила для готовящихся к святому причащению. Духовная жизнь строится по определенным правилам. В том числе существуют правила для готовящихся к святому причащению. Какие же это правила? К причастию обычно готовятся от трех до семи дней. В течение этого времени необходимо пробудить в своем сердце те чувства, о которых мы говорили в предыдущих главах. Также Церковь заповедует в дни духовной подготовки к принятию святых тайн обратить особое внимание на молитвенное правило. К утренним и вечерним молитвам рекомендуется добавить чтение канонов, акафистов или псалтири. Конечно, продолжительность молитвенного правила надо соразмерять со своими силами и возможностями. При сомнении лучше обратиться за советом к своему духовнику или приходскому священнику. В дни подготовки к причащению необходимо как можно чаще посещать церковные богослужения. Вечером, накануне причащения, нужно обязательно присутствовать в храме на богослужении. Придя домой, перед молитвами на сон грядущим, надо прочитать соответствующие дню недели каноны. Распределяются они следующим образом. В субботу вечером следует прочитать каноны Иисусу Сладчайшему, молебные ко Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю. В воскресенье каноны Иисусу Сладчайшему, молебные Пресвятой Богородице и Архангелам, а также кто пожелает Ангелу Хранителю. В понедельник каноны покаянные Господу Иисусу Христу, молебные Пресвятой Богородице, Святому Иоанну Претече и Ангелу Хранителю. Во вторник – каноны Иисусу Сладчайшему, Богородице Адигитрии или Молебной, Ангелу-Хранителю. В среду – каноны покаянной Господу Иисусу Христу, Молебной Пресвятой Богородице, Ангелу-Хранителю, Святым Апостолам и Кто Пожелает, Святителю Николаю. В четверг – каноны Честному Кресту, Молебной Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю. В пятницу – канон Иисусу Сладчайшему, канон и Акафист Пресвятой Богородице, каноны Ангелу-Хранителю, Всем Святым и Кто Пожелает, канон заупокойный. Хотя церковный устав требует непременно читать Акафист Пресвятой Богородице только на каноне Субботы, существует благочестивый обычай читать Акафисты Иисусу Сладчайшему и Богородице ежедневно, меняя их через день. Непременно ли каноны и Акафисты нужно читать непосредственно перед молитвами на сон грядущим? Нет, не обязательно. Так, известный афонский подвижник иросхимонах Тихон, скончался в 1968 году, не ждал вечера, чтобы читать правила ко Святому Пречащению, но начинал его вычитывать уже с полудня. Вечером перед Днем Пречащения непременно должен быть прочитан канон ко Святому Пречащению. Утром же в День Пречащения читаются молитвы утренние и последования ко Святому Пречащению, кроме уже прочитанного на каноне канона. Преподобный Нектарий Оптинский, скончался в 1928 году, при подготовке духовных чад к причастию, особенно строго требовал от них, чтобы было прочитано все правило перед Святым Пречащением. Он рассказывал, как ему явился один из умерших оптинских иеромонахов, который поведал, что после кончины был избавлен от мытарств, так как всегда совершал литургию в мире со всеми и вычитывал все положенное правило. В каком расположении духа мы должны приступать к совершению молитвенного правила? Безусловно, чтение молитвенного правила не должно носить формальный характер. Содержащиеся в нем молитвы – плод духовного озарения многих праведников. Нам необходимо проникнуться их святыми чувствами и богоугодными мыслями. Церковь установила молитвенное правило перед Пречащением для того, чтобы помочь людям, еще не достигшим духовного совершенства, привести свои души в благодатные состояния, которые соответствуют Таинству Святого Пречащения. Конечно, правило перед Пречащением – это тот минимум, который мы не вправе сокращать. Некоторые считают это правило слишком продолжительным. Такое мнение происходит от недостатка ревности ко спасению собственной души. Многие подвижники, пламенея духом, недовольствовались обычным молитвенным правилом перед Пречащением и проводили в молитве по несколько часов. Ежедневное молитвенное правило Белгородского старца Архимандрита Серафима Тяпочкина. Годы жизни с 1894 по 1982 продолжалось 7-8 часов. Архиепископ Воронежский Задонский Иосиф скончался в 1892 году накануне Пречащения и Святых Таин, всю ночь простаивал на молитве, отдыхая лишь час перед литургией. Его руки были покрыты мозолями из-за того, что он опирался на них, совершая многочисленные земные поклоны. Преподобный Серафим Саровский, будучи еще диаконом, все ночи перед воскресными и праздничными днями проводил в молитве, неподвижно стоя до самой литургии. Глинский старец и архимандрит Андроник Лукаш, годы жизни 1888 по 1974, перед совершением литургии с вечера оставался на ночь в храме. Здесь он, не смыкая глаз, до утра молился. Однажды вместо сторожа в храме пришлось дежурить старости храма. Устроившись на левом клиросе, он мирно заснул. Когда же проснулся, увидел, что храм уже переполнен людьми. Его охватила досада. Надо же столько времени проспать. Наверное, церковь пришлось открывать вместо него самому отцу Андронику. Вот так староста. Какой пример прихожанам. Взглянул на часы. Они показывали два часа. А за окнами еще стояла ночная тьма. Староста в смятении бросился искать ключи и нашел их на обычном месте. Страх охватил его душу. Он вновь посмотрел внутрь храма. Там старец, окруженный плотной толпой людей, совершал поклоны перед праздничной иконой. Некоторое время с благоговейным трепетом староста наблюдал, как Церковь Небесная молилась с великим подвижником. Когда же схерхимандрит Андроник закончил правило, люди исчезли, и храм вновь погрузился в ночную тишину. Правило ко святому причащению является молитвенной подготовкой к Евхаристии. Во время же совершения самого таинства нам необходимо полностью отрешиться от всего мирского и всем своим существом погрузиться в атмосферу священнодействия. В этот момент наша молитва должна быть особенно сосредоточенной и горячей. Во время служения литургии молитвенное напряжение отца Яна Кронштадтского, по воспоминаниям современников, было настолько велико, что он обливался потом, подобно Христу, молившемуся перед крестными страданиями в Гефсиманском саду. Ему даже приходилось переодеваться и менять рубашку. Молитвенные подготовки к причащению сопутствуют духовное и телесное воздержание. В дни, предшествующие причащению, надо остерегаться наполнять свою душу житейскими заботами, а различные развлечения должны быть исключены полностью. В это время не употребляются продукты животного происхождения, мясо, молоко, яйца и при строгом посте – рыба. К причащению принято приступать натощак, поэтому после полуночи ничего не едят и не пьют. О значении воздержания перед причащением можно судить по случаю, происшедшему в начале 20-го столетия. Епископу Иннокентию Ястребову, викарию Киевской епархии, позвонил генерал-губернатор Трепов и сообщил, что в Виннице при загадочных обстоятельствах умер протеерей. Его не хоронят, ожидая представителей высшей церковной власти. Епископ Иннокентий спешно приехал в Винницу. Покойный протеерей оказался человеком средних лет. При вскрытии его тела все органы были обнаружены в целости, кроме желудка. Этот орган на вид был черного цвета и совершенно обуглившимся. Когда его извлекли наружу, он рассыпался на мелкие черные угольки. Врачи, участвовавшие во вскрытии, не смогли установить причину смерти протеерея. Тогда стали расспрашивать жену покойного. Она со слезами рассказала, что на протяжении последнего года ее муж стал проявлять странность. Каждое утро перед тем, как идти совершать литургию, он ел и пил. Сначала протеерей ни на что не жаловался. Затем стал ощущать сжение в желудке. Дальше – постоянное горение. Из-за этого он перестал принимать пищу, а перед смертью беспрерывно вопил. Огонь, огонь внутри. Выслушав рассказ супруги протеерея, епископ Иннокентий сказал, Божественную Евхаристию вместо покойного, видимо, совершал ангел, и святые дары сожгли кощунника. Несмотря на важность воздержания перед причащением, христианин должен соразмерять телесный подвиг со своим состоянием здоровья и духовным устроением. Строгость поста не должна превышать силы человека. Каждому христианину необходимо знать, что крайности в духовной жизни недопустимы. Преподобный Пимен Великий говорил, «Все, что выше меры, от бесов». Преподобный Севастьян Карагандинский делал строгие выговоры тем, кто самочинно, без благословения, перед причащением совсем не вкушал пищи по одному или несколько дней. Таких самовольников он иногда даже не допускал до причастия. Слабым же и больным преподобный благословлял на ночь перед причащением, конечно, до полуночи, выпить чашку кипятка и съесть кусок булки, чтобы к утру им не сделалось плохо. Во время поста преподобный Севастьян разрешал людям, у которых были заболевания желудка или легких, ослаблять воздержание после принятия святых тайн. Он благословлял их вкушать молоко или чай с молоком, как лекарство. При этом преподобный всегда велел больным, несмотря на уважительную причину, каяться в нарушении поста перед Богом и обязательно сказать об этом на исповеди. Люди, состоящие в браке, перед причащением должны воздерживаться от супружеского общения. Препятствиями к приобщению святых тайн являются также ночные осквернения и месячные у женщин. Конечно, совершенно недопустимо приступать к таинству, имея на совести нераскаянный грех. Каким бы маловажным этот грех нам ни казался, именно он может послужить препятствием для достойного участия в таинстве святого причащения. В египетском скиту, когда совершалась литургия, на святые дары нисходил Дух Божий в виде орла. Это явление наблюдали только священнослужители. Случилось, что за одним из богослужений подобие орла не явилось взору клириков. Служащий иеромонах, озадаченный этим, сказал иеродиакону, «Мы в чем-то согрешили, или ты, или я. Отступи от святого престола, и если явится подобие орла, то ясно будет, что оно не являлось из-за тебя». Диакон отошел, и Дух Божий в образе орла тотчас сошел на святое приношение. После окончания литургии иеромонах спросил сослужившего ему иеродиакона, «Что ты сделал?» «Не знаю за собой никакого согрешения», ответил иеродиакон, «разве только то, что приходил ко мне один из братьев и просил чего-то, а я отказал ему, сказав, что у меня нет времени». «Орел не сходил потому, что брат был огорчен тобой», рассудил иеромонах. Осознав свою вину, Диакон пошел к обиженному им монаху и, попросив у него прощения, примирился с ним. Подобный случай произошел в конце XVIII столетия в Валаамском монастыре. В это время там жил старец Ксенофонт. Прежде он долгие годы был старообрядческим наставником, но однажды, придя в Александрневскую лавру на литургию, удостоился видения небесных сил, сослуживших иеромонаху. После этого Ксенофонт обратился к православию и, поселившись на Валааме, стал вести подвижнический образ жизни. За свое благочестие Ксенофонт сподобился быть зрителем благодати Божией, различно проявляемой при совершении литургии. Как-то во время службы в храм вошли финны весьма неопрятной внешности. Старец про себя осудил их и из-за этого тотчас перестал своим духовным взором видеть благодать Божию. Немедленно раскаявшись, он стал просить прощения у Бога. Однако благодатные видения он стал созерцать вновь только через месяц. Молитвенные подготовки к причащению весьма вредят страсти. Они отнимают у молитвы ее силу, а душу делают недостойной того, чтобы в нее вошел Господь. Вот пример пагубного воздействия на человека греховных желаний. В алтаре храма, в котором святитель Василий Великий обычно совершал литургию, над престолом висело золотое изображение Духа Святого в виде голубя. Когда святой во время богослужения возносил святые дары, золотой голубь, движимый силой Божией, три раза сотрясался. В одну из служб обычного знамения, указывающего на сошествие Святаго Духа на хлеб и вино, не произошло. Святитель Василий, размышляя о причине случившегося, окинул взором сослуживших ему священнослужителей и заметил, что один из диаконов со страстью смотрит на женщину, стоявшую в храме. Тут же святитель повелел отступить диакону от престола и назначил ему строгую эпитемью. После этого случая он приказал возвести перед алтарем перегородку с завесой, чтобы ничто не могло отвлекать священнослужителей от внимательной молитвы и духовного созерцания великого таинства. Не только нераскаянные грехи и страсти, которыми мы бываем охвачены, являются препятствием к достойному причащению. Может не соответствовать великому дару божественной любви, подаваемому нам в таинстве святого причащения, и общее духовно-нравственное состояние нашей души, которое часто проявляется в рассеянном и легкомысленном поведении. Преподобный Севастьян Карагандинский был строг к тем, кто без уважительной причины опаздывал на службу и требовал исповедать их и причастить без должного приготовления. Не допуская таких людей до причастия, старец сделал им внушение. Так только больных можно причащать, а вы в добром здравии и имеете за собой множество грехов. Неужели не можете выбрать время, чтобы приготовиться, очистить себя покаянием, прийти в храм вовремя, выслушать правила и службу и, исповедавшись, подойти со страхом Божиим к чаше? Приступить к чаше святых тайн – это не все равно, что подойти к чашке супа или к чашке чая. Что хотел преподобный Севастьян донести до сердец нерадивых христиан? Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Любовь Божия настолько велика, что Его Сын, спасая нас, отдал Себя на крестные муки. Такой же самоотверженной любви к Себе ожидает от нас и Бог. Ожидает не потому, что нуждается в ней, а потому, что в этой самоотверженной любви к Богу заключается наше спасение. В конце главы обобщим ее содержание. Первое. Принятию святых даров предшествует телесный пост, продолжающийся от трех до семи дней. Причащаться должно натощак, то есть не есть и не пить после полуночи. Второе. Для того, чтобы достойно принять тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, во время говения нам необходимо полностью отрешиться от мирской суеты и развлечений. Третье. В период подготовки к причастию никакие страсти не должны волновать наши души. Для этого нам нужно беречь свои чувства от всего, что может воспламенить греховные стремления. Четвертое. Перед причащением святых тайн необходимо примириться со всеми ближними, простить всем обиды и раскаяться в своих грехах перед священником в таинстве исповеди. Пятое. Накануне причащения нужно быть на вечернем богослужении. Шестое. Готовящимся к святому причащению необходимо вычитать молитвенные правила, установленные церковью для говеющих, ибо оно дает нам возможность сосредоточиться на размышлении о христовых тайнах и погрузиться в благодатное молитвенное состояние. мальчистое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok